ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. На сегодняшний день у нас безработных 530 человек при наличии вакансий 1912. То есть это больше, чем в три раза количество вакансий приезжает. Другое дело, что не всегда идет соотношение спроса и предложения, но тем не менее. Уровень безработицы тоже у нас ниже среднеобластного. У нас 0,76% уровень безработицы, а по области в среднем 0,88%. И если по вакансиям безработным по области интересно, то более 18 тысяч у нас состоит безработных на учете по Свердловской области. И вакансий более 40-70 тысяч. По поводу организаций, которые подали сведения о высвобождении, тоже удивительно, но меньше, чем в прошлом году. То есть за январь и по сегодняшнее число подали сведения о том, что они будут высвобождать работников. Всего 6 организаций и всего 21 человек. Значит, в режиме простоя на сегодняшний день у нас находится одна организация. Это «Вольво-центр». По 16 число дальше они снова нам будут рассказывать о ситуации. То есть они не закрываются, они просто приостановились? Они пока приостановили, да. И люди, они что с ним не платят? В состоянии простоя, но вообще работодатель должен, если простой по вине работодателя, то должен оплачивать 2 трети тарифа. Да, но это я не могу утверждать, нам просто это предприятие заявило, что они находятся в режиме простоя. У нас все работодатели абсолютно со средней списочной численностью свыше 25 человек законодательно должны размещать различного рода информацию, такую как информацию о наличии свободных рабочих мест, вакантных должностей, различного рода отчетность, то есть туда входят и сведения о высвобождении, сведения о введении режима неполного рабочего дня или недели. Тоже туда же входят, если на удаленную работу кого-то привели, а простое производство, сведения о профессиональной реабилитации инвалидов, о квотировании рабочих мест, это все размещается на единой цифровой платформе. Еще раз повторю, для работодателей, у которых средняя списочная численность свыше 25 человек, всех муниципальных и государственных учреждений, унитарных предприятий, всех работодателей, относящихся к органам власти, субъекта или муниципального, они должны все подавать и присутствовать на этой электронной цифровой площадке «Портал работы в России». Субтитры создавал DimaTorzok